День, посвященный Ульяновской области, на выставке России в Москве прошел с большим размахом. С порога посетителей павильона 75 встречала ярмарка товаров ульяновских производителей. Балалайки с кузоватовской росписью, кепка Ильича, сувениры из симбирцита, а также чай, варенье и вкусные пряники. Далее гостей ждали на площадке Ульяновской области. Настоящим украшением выставочного павильона служит вот эта кабина Ил-76. Самолет произведен в Ульяновской области, и на нем можно почувствовать себя настоящим пилотом и полетать над нашей родной землей. Кабина самолета – место притяжения всех посетителей. Для того, чтобы полетать над Ульяновском, выстраиваются очереди. Почувствовали себя пилотами и высокопоставленные гости площадки – заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров и депутат Госдумы Геннадий Зюганов. Ну что, что рвал на себя? На торжественное открытие Дня региона приехали десятки школьников и студентов, серебряные волонтеры, кабинет министров и жители Ульяновской области. От увиденного все остались под большим впечатлением. Выставка на самом деле очень интересная. Не зря мы что приехали из Ульяновска. Мои ожидания оправдались. Самолет из Ульяновска просто очень здоровский. Одна из самых лучших, я считаю, выставок на всем ВДНХ. Ульяновская область славится своим спортивными достижениями. В день региона прошло множество мастер-классов и разговоров с олимпийскими чемпионами. Славится регион и локальными брендами одежды. На ВДНХ показали десяток лучших коллекций ульяновских дизайнеров. Изюминкой показа стала коллекция в коллаборации Никаса Сафронова и регионального ателье. После мероприятия прошла закупочная сессия для байеров. Основная задача – это, безусловно, увеличение продаж, показать байерам и рядовому потребителю. Ведь выставка России – это центральное место, которое как раз во многом пространстве позволяет показывать лучшие достижения народного хозяйства, в частности, отдельно взятые ульяновской области. И, конечно же, мы рассчитываем и уже предварительные переговоры с теми компаниями, которые занимаются продвижением, реализацией одежды на российском рынке. То, что наши производители эти продажи увеличат, безусловно. Также в день ульяновской области гости выставки выиграли три поездки в наш город. Победители розыгрыша отправятся в турмаршрут «Дворянин на Волге» в 2024 году. Одним из самых ярких событий стала концертная программа «Ульяновск. Родина талантов». Артисты эстрадного балета «Экситон» привезли в Москву лучшие номера. Здесь же прошли фестиваль «Балалайка 2.0», где показали уникальное производство русского народного инструмента. Творческую программу ульяновских и столичных исполнителей на балалайке, а также провели мастер-класс по росписи инструмента. Замечу, что на главном элементе нашей экспозиции, знаменитом транспортном самолете Ил-76-90, написано «Летим жить в Ульяновск». Ведь мы искренне любим нашу малую родину и не сомневаемся, что Ульяновская область – это лучшее место для жизни, работы и отдыха. Выставка подарила нам прекрасную возможность транслировать наши достижения ценности взрослым и детям. Одна из самых теплых и уютных площадок, посвященная региону, – это Центр активного долголетия. Тут посетители смогли отправить открытку с пожеланиями в зону СВО, узнать про серебряное волонтерство, посмотреть уникальный фильм «Время выбрало нас», а также расписать пряник в спекарне на мостовой. Уписывать мы будем пряники, да, чтобы искать пряники глазурью. По поводу символичного, не знаю, посмотрим, как пойдет, мы предложим пару вариантов, а там уже пожелания. И участвуют, наверное, будут все желающие. И самое главное, что, как у нас принято в мостовой, каждый пряник будет подарен участникам пряники Ульяновской, приехали наши, да, фирменные. В день Ульяновской области прошло множество лекций, где рассказали историю региона. А еще посетители могли узнать много нового о физике на мастер-классах от Центра выявления одаренных детей. С открытия выставки стенд Ульяновской области посетило более 40 тысяч человек. Светлана Карпухина, Александр Кудряшов, Уллправда ТВ из Москвы.